Здравствуйте! В эфире города С.Татьяна Дмитриева. 13 сентября состоятся очередные выборы, и в частности выборы народных избранников в районные советы города. О том, что предполагает реформа местного самоуправления и как приблизить власть к народу, будем говорить. Сегодня в нашей студии почетный гражданин города, руководитель общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Здравствуйте, Владимир Иванович. День добрый. Скажите, пожалуйста, что же за выборы нам предстоят 13 сентября, вот чем они примечательны, и может быть в них даже есть что-то особенное, вот на ваш взгляд? Да, в них действительно есть что-то особенное, и даже несколько особенного. Первое, это то, что после многолетнего перерыва избираются местные органы власти на уровне районов. Это одно. Второе, то, что управление городом теперь будет осуществляться не только из единого центра, из городской администрации, но и из администрации районов. Город у нас, вы знаете, больше миллиона, поэтому управлять таким большим конгломератом довольно сложно. И разделение властей на городские и районные позволит текущие проблемы решать гораздо эффективнее. Это вполне понятно. Мы же прекрасно знаем, что чем меньше, так сказать, сообщества людей, тем люди больше друг друга знают, больше друг другу доверяют и требуют больше друг друга. Это вполне понятное дело. Ну и еще есть один момент. Мне его особо хотелось подчеркнуть. Дело в том, что эти выборы осуществляются, во-первых, по инициативе губернатора. После того, как Меркушкин пришел к нам в область, я, так сказать, не вдаваясь ни в какие-то дифферамбы и все прочее, просто должен сказать, что очень много стало делаться по экономике, по сельскому хозяйству, да и по благоустройству. Мы все видим, сколько в городе дорог делают. За все время, сколько я работал в городской власти, даже больше того, сколько жил в Самаре, я не видел, чтобы такими темпами все это дело делалось. Но инициатива и инициатива, но для того, чтобы все задумки осуществлять, нужны люди на местах, на всех уровнях власти, которые будут не только исполнять, но и понимать и быть заинтересованы в том, чтобы все, что задумано, было сделано. Вот эти вот три особенности налагают на выборы 13 сентября. Но если хотите, так сказать, ответственность, неответственность, то, по крайней мере, заботы людей о том, чтобы они прошли нормально, безусловно, я почему говорю о людей, потому что я сам тоже житель города и, естественно, заинтересован в этом же. Вот эти вот особенности, которые в этом процессе будут. Ну, а что касается второго момента, то проведена тоже по инициативе губернатора определенное реформирование территориального города. В том смысле, что районы, помимо территориального общественного самоуправления, там руководители в какой-то мере завязаны администрацией, потому что получают оплату за труд, еще общественные советы микрорайонов, которые объединяют не только жителей, но и всех работающих на территории района, проживающих на территории района, как вот жители, вот, или приезжающих сюда временно для каких-то дел. И это создает условия для того, чтобы интересы, которые есть у всех, не только у жителей, да, вот, были где-то сгруппированы и донесены до кандидатов, и, естественно, контроль за тем, как эти кандидаты будут реагировать на все вот эти потребности, он будет ближе. Почему? Потому что общественный совет микрорайона – это объединение, которое включает себя, вот, по нашему городу так получилось, от 7 до 17 тысяч человек. Да, ну, в старой черте города поменьше, а вот взять Кировский, там, промышленный район, это же каждый район целый город. Поэтому вот такие особенности есть. Я думаю, что каждый из жителей города все это дело знает и прекрасно чувствует, и в какой-то мере все-таки готовится к тому, что должно произойти 13 сентября. Ну, и жители, так скажем, встряхнулись, активизировались, потому что вот эти советы общественных микрорайонов, они проводят определенную работу, поднимают проблемы, не они поднимают, а просят у жителей, чтобы они вот сообщали об этих проблемах и стремятся их решить. У нас, Владимир Иванович, есть сюжет, который все вот это вот… Безусловно. И как по любому новому деле, есть задумки, чем должен заниматься общественный совет микрорайона, есть люди, оппонирующие общественному совету микрорайона. А кто это? Что это за это? Причем оппоненты – это, как правило, тоже нормальные, больше того, активные, вполне адекватные люди. Но это люди, вот, руководители ТОС, к примеру, да, которые посчитали, некоторые единицы по городу буквально посчитали, что вот общественный совет микрорайона отбирает у них какие-то полномочия, там, и все. Вот такие вопросы… Как мы знаем, в конкуренции всегда идет прогресс, да, когда люди соревнуются в эффективности. Ну, пришлось разъяснять людям эту позицию, говорить, что никто не покушается на ТОС. А когда руководитель раньше считал себя, ну, скажем так, ответственным за все, а теперь еще есть кто-то, кто считает себя ответственным, конечно, возникают какие-то точки напряжения, но они… Но, с другой стороны, так много проблем, что, пожалуйста, решайте другие. Конечно, на всех хватит, безусловно. Не обязательно в одну проблему. Да, безусловно, на всех хватит. Так что, тут, помимо того, что вот эти вот моменты, которые я сказал, конкурентные, но очень многие руководители ТОС являются теперь председателями общественного совета микрорайона. То есть здесь есть и такая, и такая сторона, и все это в течение времени, конечно, утрясется, все будет в полном порядке. Ну, и еще один вопрос. После того, как объявлен выбор и стал проходить процессы движения кандидата, появилось очень много, и для меня, скажем так, даже неожиданно, людей, желающих принять участие в качестве кандидатов. Да, причем люди разные, есть люди от партии, есть люди и самодвиженцы. Но, тем не менее, сам по себе факт, что люди хотят улучшить ситуацию в районе и в городе, это просто великолепно. Ну, а мне хотелось бы тут обратить внимание вот на что. Это выборы местных органов власти. И обращать внимание, на мой взгляд, следует не на партийную, может быть, принадлежность, а на то, что человек из себя представляет по деловым качествам, по моральному, если хотите, качествам и так далее. А это лучше всего знают только те, кто ближе к нему. И вот в этом плане то, что выдвижение идет на базе общественных советов микрорайонов, дает определенную надежду на то, что у нас это дело сложится. Ну, давайте все-таки посмотрим сюжет, как сегодня действуют общественные советы микрорайонов, ну, а потом продолжим разговор. Чтобы во дворах воцарился уют, жители микрорайона Виктория уверены, нужно самим участвовать в благоустройстве. Здесь почти у каждого дома маленький цветочный рай. За помощью местные активисты нередко обращаются в общественный совет. Около своих домов они устраивают свои полисаднички, цветочки сажают. Ты сейчас идешь по территории, действительно видишь около многих домов, подъездов, цветы. И иногда бывает, ну, красота, прямо останавливаешься, любуешься этими цветами. Но эти цветоводы хотят иметь ограждение. Вопросов у жителей много. Рассказать о своих проблемах, внести предложения и узнать о перспективах развития микрорайона люди пришли на общественные слушания. Мне всем нравятся детские площадки, которые существуют сейчас. Гаражи стоят, которые тоже говорят, лучше бы их убрать. Потом, внутриквартальные дороги не все достойного уровня. Вопросы по домам, это ремонты подъездов. Еще один из основных вопросов – это капитальный ремонт. Внутриквартальную дорогу на улице Силино уже начали ремонтировать. Ровный асфальт между домами 6 и 8, только начало. Планируется обновить и другие улицы. Быстрее достичь результата поможет совместная работа жителей и власти, уверены в микрорайоне Виктория. В помощь людям – реформа местного самоуправления. Команду единомышленников горожанам предстоит сформировать 13 сентября, избрав в районные советы 284 депутата. Да, когда видишь вот столько людей в зале, да, на обсуждение, которых туда никто не загонял, это же вот общественная своя инициатива, да, вот заинтересованность в том, чтобы жизнь стала лучше. Да, безусловно. Безусловно, это явление, скажем так, несколько новое. Я помню, в советские времена там пришлось агитаторам очень много работать для того, чтобы зал заполнять. Да. А здесь совершенно другое отношение людей. Вот я как раз про советские времена вас и хотела спросить. Ведь раньше тоже была такая система, когда в районах было больше полномочий, свое финансирование, власть, такие вот мини-маленькие районные округа. А почему же вот от этой системы отказать, что какие-то минусы там были, получается, при всем при этом, что все было хорошо? Нет, тут сравнивать один к одному систему управления советской властью теперешней нельзя. 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 Почему? Ну, хотя бы потому, что сейчас существует много партийности, естественно, на демократических началах. Тогда работали все органы исполнительной власти, представительной, кстати говоря, под руководством все-таки одной партии. Одна партия была. Она и контролировала, и рекомендовала. Поэтому тут совершенно другая ситуация с точки зрения комплектования, контроля и так далее. А вот с точки зрения наличия полномочий у местных органов власти, наличие авторитета, который поддерживался той же самой партией, позволяло очень многие проблемы решать на уровне района. Ну, к примеру, теперь вот несколько сложнее. А тогда председатель райисполкома мог пригласить любого руководителя и поставить перед ним задачи довольно сложные, в том числе и участие в благоустройстве, там, или предъявить какие-то просьбы или претензии по медицинскому обслуживанию. Да, все это было. И директора крупных предприятий, да не только крупные предприятия, а торговые сети и все прочие относились к этому, ну, скажем так, с уважением или, можно так сказать, с опаской. Почему? Потому что авторитет власти, поддержанный крупной партийной организацией, он очень-очень-очень хорошо влиял на ситуацию. Теперь попытка вернуться не к тому, что было в советское время, а вот эта политическая ситуация, в общем-то, подталкивает к тому, чтобы люди становились больше, ну, скажем так, гражданами, ответственными за собственные дела, за собственные территории. И я вот уже немножко упомянул о том, что губернатор очень много занимается экономикой, сельскохозяйством и так далее. Вот как раз его инициативу подтянуть вот под эти крупные, ну, так сказать, жизненные проблемы политическое изменение в управлении городом, районом. И я думаю, что перспектива в этом есть. Ну, поживем, конечно, увидим, как это получится, но, тем не менее, это чем важно. Понятно. Ну, вот происходит реформа местного самоуправления, хочется разобраться, что же будет в результате. Вот вы говорите, что губернатор был так, идейным вдохновителем всего этого, продвинул. А что люди получат? Во что это все трансформируется? Вот чего нам ждать после этой реформы, когда она будет завершена? Ну, первое, во что трансформируется, это то, что местные органы, районные, я имею в виду органы, будут иметь определенные финансовые и правовые полномочия. Гораздо большие, чем имели главы администрации, назначаемые городом. Это не исключает того, что районы будут работать вместе с городом, какие-то проблемы, ну, предположим, там через город положить дорогу, да, один район этого дня сделает, есть такие вопросы. А есть районы, которые, вернее, проблемы, которые в районе могут очень хорошо решаться, ну, предположим, капитальный ремонт, благоустройство, контроль за состоянием торговых точек, да, мало ли чего, работа транспорта и так далее. Ведь очень много это должно делаться именно на местах. Почему? Потому что, ну, я уже сказал, город-миллионник, это трудноуправляемая такая структура, и поэтому распределить власть несколько, скажем так, приблизить ее... Вот одна из целей, да, приблизить власть к народу. Как раз за счет этого, что власть будет на местах, она приблизится, получается. Да, 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 да. И вот это, пожалуй, самое важное. Можно будет в любой момент не только подойти там в администрацию районную, или все не будет, но так как депутат-то выдвигается от небольшого сравнительного количества людей, все его знают, все с него могут потребовать, и эта связь должна сработать. Вот мы уже сказали, что приблизительно такая система была в советское время, и вот буквально вчера видела по телевидению, по другому каналу опрос проводили, вернулись бы вы в советское время, и там кто-то говорил, что были какие-то плюсы, кто-то минусы. Вот я хотела у вас спросить, вы из того времени, в сегодняшний, что-то бы перенесли из системы управления? Перенес. Вот что было лучше, вот, а что? Перенес. Перенес бы и в обязательном порядке, перенес бы ответственность за порученное дело. Вот в чем я не могу упрекнуть советскую власть, так там ответственность за порученное дело была на высшем уровне. А сейчас, извините, система еще не сложилась как надо, особенно вот правоохранительной, да и систему такой вертикали власти. Кстати говоря, вот то, что сейчас делается, это как раз по укреплению вертикали власти. Вы поддерживаете, да, укрепление вертикали власти? Да, я поддерживаю, вернуться бы не хотел. Понятно. А вот знаете, еще вот с другой стороны, есть много нареканий от жителей города, что вот все понимают, что вот все, что делается всегда, вот такое оживление, там, дороги, там, благоустройство, это все подвыборы. Вот это вот оживление и какой-то там ремонт, то еще какие-то дела. Все понимают, что это вот активность подвыборы. Вот как сделать так, чтобы все это, то, что делается сегодня и советами, и потом депутатами, было на том же уровне и поддерживалось, контроль вот какой-то. Я вам вот что должен сказать. Понятие о том, что теперешнее оживление по благоустройству и так далее делается под выборы, никак не выдерживает критики. Не выдерживает критики хотя бы потому, что для этого нужны колоссальные средства. А выборы, извините меня, это не российские выборы, не федеральные, это местные выборы. И сюда слишком много денег не дашь, не будешь строить, скажем так, Новосадовое или Московское шоссе под эти выборы. Эти средства наше правительство, я имею в виду и губернатор, и правительство региональное, они собственные, во-первых, концентрируют на это дело и выделяют. А во-вторых, дела действительно под события, в частности, под футбольный чемпионат мира, который должен быть в 2018 году, они обосновывают, добиваются расположения и понятия этого дела во властных структурах федеральных, получают оттуда определенные средства и тоже используют. А вот то, что, Владимир Иванович, во дворах происходит, вот мы видели в сюжете, асфальтирование там каких-то внутриквартальных дорог, там высадка, там тех же деревьев спил и цветы высаживают, это вот за счет чего? Нет, тоже нет. Это политика, которая в городе существует уже на протяжении, ну, по крайней мере, я знаю, где-то 5-6 лет. И при прежнем руководстве города, когда Дмитрий Игоревич Азаров, он сейчас в Совете Федерации работает, работал, и вот сейчас Олег Борисович Фурсов, они очень следят за тем, чтобы разработанная программа по благоустройству дворов исполнялась. Это вот инициатива, так сказать, городских властей, ну, а теперь она будет районами поддержана, надеюсь, что и жителями потихонечку вздохнем. Ну, вот в подтверждение того, что и жители поддерживают с удовольствием вот такие преобразования, мы посмотрим в сюжете, ну, а дальше продолжим разговор. Дворно-революционный 145 большой. Детям есть где побегать. А вот пенсионеры недовольны. Им совсем негде присесть. Одна лавочка на несколько подъездов. Зато над головой в изобилии сухие ветки, которые давно пора спиливать. Впрочем, жителей волнует судьба не только своего двора. Мне бы хотелось обратить внимание на нашу аллею пореволюционной. От Гагарина до аэродромной. Очень много деревьев погибло. В этом году не поливают совершенно молодые березки. Погибло больше 10 штук. Очень большое количество пустырей, где нужно досадить деревья. Этот и другие текущие вопросы жителям микрорайона имени Санфировой поможет решить общественный совет. Работу советы по всему городу ведут с мая текущего года и служат своеобразными мостиками между властью и жителями Самары. За последние два дня я прошла всю свою территорию. Теперь округа, закрепленные за кандидатами и микрорайон, достаточно маленькие. Поэтому вполне возможно пройти территорию за два дня. Очень много старых деревьев, очень много опиловки необходимо, конечно, сделать. Внутриквартальные дороги не ремонтировались уже очень долгое время. Сегодня в железнодорожном районе работы еще много. Особое внимание обратят на ремонт дорог и благоустройство дворов. Вопросы, которые в первую очередь волнуют жителей, будут решать в текущем режиме. Определить людей, ответственных за благосостояние конкретных территорий, горожанам предстоит 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Вот в сюжете мы увидели молодую девушку, которая уже председатель общественного совета. Как вы относитесь к тому, что молодежь идет на такие вот должности, так скажем, берет на себя такую ответственность? Здесь иного отношения, как положительного и полного удовлетворения быть не может. А все-таки должен какой-то хозяйственный опыт быть, нет? Нет. Дело в том, что в определенных сферах управления нужна стабильность кадров. Ну, предположим, на уровне городском, там есть управление благоустройства, управление образования, департаменты, я имею в виду. Ну, еще раз таки, там менять людей, изменить у меня без толку, ради того, чтобы только менять, это только вредит делу. Поэтому там есть определенный, скажем так, и возрастной ценз, есть и требования определенные, но сохранять все-таки кадры надо. А то, что молодежь идет на выборы, это здорово, это хорошо, это здоровые амбиции, и отсюда могут вырасти очень хорошие руководители. Нужно переломить момент, что мы привыкли, что самая активная часть, кто идет на выборы, это в основном пожилые. Уж они вот точно придут, точно проголосуют, точно в чем-то будут участвовать там. А здесь молодежь, тоже действительно изменения какие-то. Это очень хорошо, я тоже вот эти изменения чувствую, и, честно говоря, очень рад этому. Хотя, конечно, как всегда в жизни, не все у всех получится, но резерв отсюда можно выбрать очень хороший. Да. А вообще, как можно проявить, вот, ну, если не идти уж в председатель, еще куда-то, свою гражданскую активность сегодня, как вам кажется? Вот что должны люди сделать? Вот как проявить свою активность? Ну, чтобы вот действительно еще дальше изменения были, чтобы лучше все-таки у нас было. Ну, проявить гражданскую активность, в общем, понятие довольно широко, и проявлять ее можно, начиная от того, чтобы, скажем так, корректировать собственное поведение в обществе. Потому что очень многое зависит от того, как создаешь вот атмосферу в разговоре, во взаимоотношениях. И кончая тем, что давать ценные предложения во всех сферах деятельности, и в управлении, и в технике, и в благоустройстве, и так далее. Но, и этого тоже мало, важно другое, предложил, с тобой согласились, вот, теперь надо проконтролировать, чтобы сделали. Вот это вот как раз и есть гражданская активность, которому порой не хватало, сейчас будем надеяться, будет лучше. Ну, еще вот, позвольте мне добавить, хотя бы познакомиться с кандидатами, узнать их, как бы, что это за люди, да, и прийти проголосовать. В этом тоже же активность, да, не сидеть вот, вот, хорошо у меня во дворе там ремонтируют, как хорошо, и дальше сижу. Ну, это, 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 основа, которая, в общем-то, и должна быть у каждого из нас при выборе кандидата. Но, с другой стороны, тут можно столкнуться, и наверняка мы столкнемся с такой ситуацией, что, ну, все хорошие. Вот идут там 3-4 кандидата, все хорошие, как выбрать? Вот здесь уже надо будет смотреть в другую сторону вопроса. Мне кажется, что вот эта попытка губернатора скомплектовать команду под те задачи, которые есть в области, в городе, в районе, чрезвычайно важны. И вот при, скажем так, прочих ранных условиях, ну, я вот, например, по себе знаю, я отдал бы предпочтение представителю команды губернатора. Хотя вот до этого вы говорили, что не нужно смотреть на принадлежность какой-то партии, а нужно на личностные качества. Это губернатор, это не партийные, так сказать, деятели, еще кто-то в данном случае. Я говорю о губернаторе как хозяйственнике, который решает вот текущие, ну, и перспективные, конечно, проблемы области и города. Поэтому, если мы хотим, чтобы было хорошо, но надо поддержать того, кто этим хорошо занимается, это вполне логично. Понятно ваша позиция. Скажите, пожалуйста, вот сегодня общественный совет, который вы возглавляете, он как задействован во всей этой предвыборной работе? Или нет? Или вы к этому как бы не имеете отношения? Значит, общественная палата городская в самом начале создания общественных советов в микрорайонах выступила инициатором. Вместе с городской думой, там, кстати говоря, очень неплохой состав депутатов теперешних, так, с администрацией, там Александр Борисович, Олег Борисович были, и общественная палата. У нас было совместное заседание, вот, но мы определились, что вот это преобразование, которое губернатор предложил, они, ну, вызываются просто необходимости вот сегодняшней ситуации. Поэтому общественная палата выступила инициатором. Вместе с депутатами мы подработали положение об общественном совете микрорайона. Ну, естественно, провели всю, так сказать, организационную работу, и результат получили такой, что сейчас выборы проходят, опираясь на общественные советы микрорайона. Ну, естественно, все, кто в работе общественной палаты участвует, они тоже избирателями являются, и тоже агитаторами являются. Это уже, так сказать, обычное накатанное дело. Вот вам, как общественнику, приходится, наверное, выслушать много вот и жалоб, вот, и проблем всяких. Вы бы сегодня выделили какие основные, вот, на местном уровне, вот, в районах, во дворах, вот, что нужно решать в первую очередь? И придется решать вот этим новым районным, уже уполномоченным и властью, и с финансами, вот, администрациям? Что в первую очередь? Ну, знаете, в первую очередь, если смотреть с точки зрения жителя, простого жителя, да, то вопрос стоит в том, чтобы власть на твои пожелания, просьбы реагировала. И реагировала оперативно. Потому что у нас сплошь и рядом такие вещи бывают. Вот у меня по Куйбышевскому району обратилась жительница. Получилось так, что она с ребенком оказалась на улице. Ее бабушка прописала в свое время в дом, а потом дочь этой бабушки приехала из Зенбургской области, выписала ее. И в течение нескольких лет этот вопрос висел в воздухе. И ребенок не мог даже нигде быть прикреплен для решения медицинской помощи. Ну, нам потребовалось на это дело парочка дней. И мы договорились с руководством района, и руководство района помогло. Этот вопрос решить. Ну, то есть, в принципе, это решить можно было. Но нужен был толчок, должен был, должен быть контроль. И вот это, пожалуй, сейчас самое важное. Новая власть, мы, я надеюсь, она все-таки будет более ответственно относиться к своим обязанностям. Ну, а уж жители должны быть потребовательны. Да, вот какие рычаги? Ну, просто требовать это вот, может, не до... Вот, как вы говорили, вы решили, вот вы быстро, а до этого они не могли решить. Вот просто требовать, получается, нет эффекта. А еще какие-то есть рычаги у жителей, чтобы на новую власть, вот эту, которую они изберут, повлиять? Да, рычаги обычные. Они существуют уже не один десяток лет. Речь идет о том, что любой исполнитель имеет, во-первых, контроль со стороны жителей, во-вторых, контроль и управление со стороны своего более высокого руководства. Или туда, или туда. Да, или туда, или туда. Надо просто не останавливаться, можно своего добиться всегда. Ну, а в срединке, это вот есть общественные организации, как наша общественная палата, ряд других некоммерческих организаций. К ним можно обратиться, вместе с ним поэффективнее решить свои проблемы. У нас осталась буквально одна минута. Я хочу все-таки, чтобы вы к горожанам обратились, вот как почетный гражданин нашего города. Вот перед тем событием, перед этими выборами, что вот, прямо несколько секунд, что самое важное? Я хочу вот что сказать. Все мы люди, все мы хотим жить хорошо. Все мы хотим, чтобы не только, скажем так, атмосфера экономическая там или еще какая-то, но и благоустройство, и вопросы взаимоотношения между людьми были комфортными. Ой, все, Владимир Иванович, да, извините, у нас время вышло, понятно. Для этого нужно идти, наверное, и... Да для этого не просто нужно идти на выборы. Для этого надо понимать, что если не будешь участвовать в выборах, ничего не получишь. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok